Всем привет из Калифорнии, всем моим друзьям, подписчикам всем. Сегодня будет видео-ответ, два видео я сделаю. Меня спросили, давно обещалось ответить на этот вопрос. Заезженные темы, но тем не менее новые подписчики поотключаются, им это интересно послушать, а мне вспомнить. Я сейчас, кстати, очень люблю повспоминать, времени нету даже, повспоминать какие-то моменты из прошлой жизни, когда мы с Риком переписывались, это такое было время, ну классное вообще. Я все время говорю, в принципе, ты когда проживаешь уже жизнь, не первые года до 20 лет, а уже значительно старше становишься, то ты уже знаешь, что какие-то моменты в твоей жизни в принципе проходящие. И поэтому, когда у нас была переписка с мужем, мне так это время тоже нравилось, как я ждала от него писем. И если, не дай бог, письма нету, ты там переживаешь вообще. Я говорю, это такая тоненькая-тоненькая нить интернет-знакомства. И я все время понимала, что приехав сюда, это уже вот этот период закончится. Но мы же не будем тут письма переписывать, начнется другой. Поэтому я очень ценила то время. Так же, как вот пока я вот машину не водила. У меня много об этом видео есть, что я прям балдела на этом велосипеде, потому что я тоже знала, что у меня уже был такой период в жизни, когда в России ты пересаживаешься на машину полностью, и все. И твоя велосипедная жизнь, она почему-то каждый день хочешь начать ездить кататься, но она у тебя все равно уходит в другое русло. И поэтому я тоже знала, что вот это вот так и получится. И в машину как засядешь, и так и будешь вот как ошалелый носиться, ничего вокруг не видя. Я сейчас не вижу ни гор, ни цветочков, ничего, что я раньше восхищала меня, и умиляла, и я как бы балдела от этого все. Это вот закончилось, и вот я в железной коробке. Я знала, что это будет. И поэтому тот период, пока я на велосипеде каталась, я вообще просто наслаждалась, просто наслаждалась этим. Так, не об этом видео, а видео о переписке. И у меня, конечно же, спрашивают девушки, женщины, как страшно, как страшно, незнакомый человек, как узнать вообще, что он из себя представляет. Ну как вот не ошибиться-то, так скажем, и хотя бы на первоначальной вот этой стадии переписки хоть что-то узнать о человеке. И вот я хочу сказать, что вы на стадии переписки очень много можете узнать о человеке. Очень много. Если вы будете внимательно ко всему относиться и саму себя не обманывать. И если вам что-то показалось, моя любимая фраза, это вам не показалось. Это потом все всплывет у вас в реальной жизни, когда вы сюда приедете. И обманывать себя не надо, что, ой, может быть, это так у него вот получилось случайно. Ой, нет, мне это показалось. Это все потом у вас глобальные размеры приобретет. И, конечно же, когда начинаешь переписываться, то возникает масса вопросов. Вроде бы человек ничего, но не бойтесь и не стесняйтесь, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Понятно. Но не в лоб, а вот все, как бы, знаете, завуалировано. Потому что, ну, в принципе, если вы спросите там, а какой у тебя капитал лежит на твоих картах в Америке? Естественно, человека это в ступор ведет. Если вы у него спросите, а сколько у тебя комнат там? И какой дом? И его стоимость? Конечно, это сразу же отпугнет человека. Вот лично меня бы это сразу отпугнуло. И вообще это все нужно спрашивать очень тактично в процессе переписки. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что я знала, за кого я вышла замуж. Ну, на 90%, 10% я оставлю, потому что завтра, может быть, меня какая-нибудь там свинью подвожат. И я скажу, я совершенно не знала человека. Но вот на данный день, вот на сегодня, я могу сказать, что, в принципе, я знала, за кого я выхожу. В каких-то моментах я где-то, может быть, разочаровалась, в каких-то моментах наоборот. Но это все такие мелочи, такие мелочи по сравнению, как бы, с тем, что бывает. И я хочу отдать себе должное, потому что я много очень всего спрашивала. Меня волновало все, вообще все. Почему он не пьет? Меня волновало. И это была у меня большая проблема, потому что я считаю, что человек, который не пьет, он закодирован. Или у него что-то не то с головой. Если он выпьет все, у него там какая-то болезнь, которая всех он там порвет, и все на свете. Ну, не адепатный человек. Меня это волновало. Я спросила, почему он не пьет. Он сказал, что он пьет до 24 лет. Ну, как там, я не знаю, до какой степени он пьет. Ну, как вся молодежь. 24 года он сказал, что я решила для себя, что меня эта жизнь не устраивает. И все, взялся за ум и вот стал нормальным человеком. Но приехав сюда в Америку, я ведь не успокоилась. В том плане, что у меня это проблема по моей жизни, потому что я оживаю очень много лет с людьми, которые злоупотребляли этим зельем. И вот где-то, наверное, год, может быть, даже чуть побольше, приехав уже сюда, у меня вот этот вот мой страх прошлой жизни, вот, допустим, он приходил, у меня вот Рик, я все время впивалась ему в глаза, и я все время боялась услышать запах алкоголя. Вот понимаете? Потому что у меня это вот, как со мной жило очень много лет, и это, конечно, страшное дело жить с людьми, которые пьют. И вот это вот у меня продолжалось, наверное, год с небольшим, пока я не убедилась, что человек, да, действительно, он не пьет, просто это его жизненная позиция. Вот он так решил, все, ему пофиг. Кто там пьет, пьяный какой валяется возле него, ему без разницы. Меня волновали вопросы о том, сколько костей у него переломано, какие травмы он получал, какие таблетки он пьет. Но все, я это спрашивала вот так, я вам скажу. Я, допустим, писала какую-то историю, но у меня в жизни была очень активная жизнь, и мне все время было, что писать. Я ему писала вот такие вот письма каждый день, а он мне вот такие вот. И меня тоже волновала проблема, я думала, блин, какая скучная жизнь здесь в Америке. Написать даже нечего. То ли дева у меня в России. Я, допустим, ему писала, вот я вот, у меня вот были такие свучи, я вот ездила там в детстве в лагерь, и руку ломала там еще что-то, а у тебя что-то было сломано, когда там в детстве или где-то? Он мне написал, да. Потом я, допустим, тоже пишу, ой, простыла там, допустим. Но я в своей жизни употребляю только таблетки от головы, если когда простыну от простуды. Больше я вообще, я ненавижу таблетки, там, тыры-пыры, вот так вот все. И ему вопрос спрашиваю, а ты какие таблетки употребляешь? Потому что здесь в Америке же очень много всяких вот этих вот штук, таких вот, которые они любят пить. Он мне тоже отвечает, допустим, что он пьет там. И вот так вот, я сначала сама отвечаю на вопрос, а потом уже спрашиваю. А я не спрашиваю так, что, а какие таблетки ты принимаешь там? Ну, это как бы будет очень, так скажем, сразу же отталкивающе. Потом, про дом, допустим, там. Он мне сразу же буквально там через некоторое время, ну, я не знаю, через несколько дней показал свой дом. Потом он мне написал, где он работает, все, адрес, все. Я посмотрела тогда, я не ютюба, ничего не знала, все это осваивала. Я посмотрела по гуглу, где эта компания находится, что это за компания, что это за работа у него. Потому что ехать сюда, и у тебя муж безработный будет, это, знаете, это засада, вот так вот скажем. Поэтому я посмотрела, что за профессия у него. Потом, конечно же, вы вот очень много обязательный. Вот то, что он обязательный, это тоже сразу же прослеживалось. У нас не было ни дня, чтобы он подвел меня, не отписался там. Или когда задерживается, не напишет мне я там попозже, допустим, отзвонюсь или отпишусь. И вот эти все вещи, они как бы, их сразу видно. И, конечно же, вот если вы вот увидели, что вам там неделю не пишут, ну, так и будет. Так и будет. Ну, необязательность человеческая. И потом, вот и про деньги, про деньги, про наши любимые темы. Я тоже видела, что, как он относится к деньгам. И, естественно, что, если вы переписываетесь с мужчиной, и вам приходится выпрашивать у него билет, чтобы он вам купил, понимаете, но он вам сам не предлагает, как бы, а вы потом всякими путями, вот это очень тяжелые такие вопросы, но их надо решать. И это тоже вам даст понять, что, как бы, не ждите от него, что он потом вам будет покупать билеты в Россию, там, или еще куда-то. Это так и будет. Потому что это тоже уже все ясно и понятно, в принципе, в 90%. Потом, вот, когда я уже приехала сюда, к нему, как бы, на сколько там, на 8 дней, я тоже увидела, что человек деньгами не разбрасывается, в том плане, что мы не ходили там, знаете, в самые дорогие рестораны, там, он эти деньги, знаете, направо, налево, что ты там хочешь, я тебе то и куплю. Он очень разумно тратил эти деньги. Я не потратила ни копейки в это путешествие, так скажем, но уезжая, я поняла, что человек меня будет на территории Америки содержать полностью. Это мне тоже сразу же стало понятно. И вот такие вот мелкие, конечно, факты, но они для меня тоже имели значение. Когда я ездила в Черногорию, к мужчине, про которого я рассказывала, и вот как мы с ним покупали билет, он за билет не стал платить. Он мне сказал, что он там не знает, как перечислять деньги, как покупать билеты, репер, я говорю, хорошо, я куплю билет, когда я приеду, то как бы половину он мне отдаст, а половину я сама заплачу. Вот так вот у нас получилось. Он сказал, хорошо. Все, и я вот к нему приехала, и мы, и как бы, я говорю, он мне даже вообще ничего не показал, как-то ревнивый такой оказался, можно сказать, не выводил меня за пределы, там что-то ходил по какой-то работе, я дома сидела. Ну, короче говоря, он мне даже Черногорию не показал. Ну, видимо, он посчитал, что я приехала не Черногорию смотреть, а его должна была. И вот, что мне не понравилось, что он покупал порцию на одну на двоих. Ну, я не скажу, что в Черногории они огромные, в Америке больше. Но, знаете, когда первый раз приезжает там женщина, как бы, что там в одной тарелке сидеть, ковыряться. Вот тебе половинка, вот мне половинка, вот тебе полкотлетки, вот мне полкотлетки. Знаете, я вообще такое не люблю. И он для себя бы тоже сделал вывод. Он там на полпорции, а может быть, мне мало этого, может быть, я ем гораздо больше в этой жизни. И то, что мне полпорции выделил, я, может быть, этим не наемся. И он должен был проверить вообще, сколько я ем. Может быть, он увидел, что я ем там 10 раз больше, всю порцию съела вот такую вот, еще тарелку облизала. И он бы подумал, нафиг мне такая жена, ее еще прокармливать. Это даже для него было бы хорошо. И вот мы, допустим, с Риком куда ходили, в Америке же тоже огромные эти порции. И ни разу он не купил одну порцию на двоих, там что не доели, выбросили. Ну, как бы, знаете, но по крайней мере, он наверняка сделал вид, сколько я ем. Сможет ли он меня прокормить. Ну, естественно, я ела гораздо меньше тогда, когда я приехала. потому что, ну, мне неудобно было много кушать. В общем, это все вот такое вот скользкое. И в Черногории вот этот мужчина, и как бы, он мне вот, понимаете, отдал потом за билет полцены, а он собирался со мной дальше строить отношения. И как бы, конечно, он мне отдал копеечка в копеечку полцены. И я тогда подумала, думаю, блин, вообще так противно. Ну, хоть побольше дал, ведь я там через Москву как бы летела, еще как-то. И вот такой вот у меня был опыт, так скажем. И что, вот что я могла о человеке, допустим, когда я приеду, я что с него потом, бизнес, места какие-то бы просила, или что? Человек больше того, что вот он мне дал вот тогда, он наверняка бы не смог дать. И так каждый человек, вот смотрите, вот если, допустим, Рик, вот когда мне покупал билет, он меня спросил, ты полетишь бизнес-классом или эконом-классом? Я думаю, да что я бизнес-классом-то полечу? Ну, это не мое, зачем я полечу бизнес-классом, когда я могу спокойно долететь эконом-классом? Я ему написала, что нет, я полечу эконом-классом. Все. Он мне там заказал билет, сходил в агентство. И вот какой можно сделать вывод? У меня муж, он очень среднего достатка здесь, в Америке. Как бы средний достаток, не богатый и не бедный. И если бы я думаю, ему сказала, что я хочу лететь бизнес-классом, то я думаю, что я бы и не бизнес-классом не прилетела, и не эконом-классом. Потому что человек бы тоже смотрел реально, что меня не потянуть. Он ведь тоже, он ведь не идиот, он знает свои доходы, он знает свои расходы, он знает, что у него сын, который им надо учиться, и что такую женщину, как я, не потянуть с бизнес-классами. И он бы там выкожелился, ну как бы купил бы мне его, то естественно, у меня бы потом уже запросы были. Почему-то я в следующий раз не лечу на бизнес-классе. И тут бы была ошибка моего мужа, что он решил похорохориться, понимаете, заплатить мне бизнес-класс, а денег-то нету. И поэтому кому нужны вот эти понты, они никому не нужны. Вот. И, конечно, как бы есть моменты, которые, может быть, нас разочаровали, так скажем, в жизни. Даже не знаю в чем, но вот, наверное, больше-то всего то, что я поняла, что человек не любит, когда его вот дергают постоянно, знаете, это то, это то. Я поняла, но я подстроилась в том плане, что я поняла, что если, допустим, я что-то хочу, чтобы он мне там анкеты какие-то заполнил, проверил, там, я не знаю, по-английскому помог, то я его просто предупреждаю заранее, там, за час, за полтора, и он мне потом как помогает. Ну, это вот такое он, потому что ведь я тоже во многом его, я думаю, разочаровала в том плане, что, вы знаете, я ведь такая вот, вот видите, не домашняя, я не сижу, видите, на кухне, не готовлю эту еду, там, в доме я не бегаю постоянно с тряпкой, у меня тоже есть недостатки, я их прекрасно знаю, но вот он тоже с этим смирился, вот сейчас уже, наверное, вторая неделя будет, как я не готовила вообще есть. Сегодня я прихожу, говорю, извини, пожалуйста, мне надо костюм на Хэллоуин искать. И говорю, у меня дел столько, я опять не смогу покушать, приготовить. Он говорит, да все нормально, все нормально. И поэтому вот он как бы к этому тоже, ну, пришел, что, ну, и вот не такой я человек, и, ну, не знаю, это, знаете, это такие разочарования мелкие, вообще, если человек смог принять это, это вообще ерунда, так же, как вот он, не знаете, там, не срывается за каждой мелочью, не бежит, и там, на, вот тебе, Оля, что тебе помочь, а может туда сходить, а это тебе не надо проверить, а давай с тобой с английским позанимаюсь, как бы его, это, ему это неинтересно, вот так вот скажем. И все, и как бы, вот, вот так вот оно получается. Потом, следующее, вот меня тоже очень интересовал, конечно же, вопрос, это когда мы начали делать документы, и он прислал свою справку о зарплате, но в то время мне эта сумма, она вообще ничего не говорила, и он очень перестраховался, он очень боялся в Россию отправлять вот эти вот документы свои, о его зарплате, о таксах, обо всем на свете, ему почему-то казалось, что тут этой информацией кто-то воспользуется, мне так смешно было, но тем не менее, вот его перестраховка, она везде по жизни идет, и я говорю, что это в нем есть, и оно никуда не делось. Что в отношении меня он постоянно перестраховывается, и когда, допустим, я все время его машины там использовала, и он мне все время говорил, будь осторожна, будь, как его, смарт, сообразительно, без сейф, плиз, там, я думаю, блин, заколебала своих машинах уже, там, беспокоиться, что, не дай бог, я там поцарапаю или что-то, сейчас вот я езжу на своей машине, и он мне говорит те же самые слова, и я понимаю, что как бы это просто человек беспокоится, оказывается, обо мне, а раньше я все воспринимала не так. Понятно, что, не дай бог, что все равно это будет его там проблема, подстраховки или что-то еще, но тем не менее, вот как бы, это, мое сознание переменилось, и я поняла, что, как бы, не только он в машине беспокоится, и то, что он мне не давал вот долго водить, боялся, что я тут везде все, это, пошибаю, и потеряюсь где-то, и вот это я к тому, что вот, как он был перестраховщиком на плане, на стадии переписки, вот это вот все и прослеживается, в принципе, я это видела, и вот с этими документами, когда он присылал свои справки о зарплате, там за год все, то я, конечно, увидела эту сумму, но мне эта сумма, честно сказать, ничего не говорила, потому что я тогда никаких блогеров не знала, я не смотрела, не знала, сколько вообще в Америке зарплата, сколько что стоит, и он мне написал, как бы, сколько мы будем месяц тратить, ну вот на наши там расходы, что нам достаточно будет этой суммы, даже, по-моему, написал, сколько у него там на это лежит на счетах, ну, наврал, наверное, меньше написал, что он дурак, что ли, все суммы свои выказывать, вот, и когда мы делали документы, для меня очень важно было, там девчонок на форуме читала, что, если, допустим, мужчина не может содержать свою жену в дальнейшем, и предоставить документы на то, чтобы подтвердить свои материальные, как бы нормальное состояние, для того, чтобы дали женщине визу, ну, что он получает достаточную сумму, и он может жену свою содержать на эти деньги, то он ищет, ой, как-то это называется, коспонсор, по-моему, коспонсор, это человек, там, родственники, они знают, друг, который ему, как бы, как поручитель, что ли, идет у него по этим документам, что, если что, он поможет, там, как-то, я не знаю, в общем, да, как страховой, такой, страховой человек, который эту сумму, как бы, видимо, будет страховать его, и вот я думаю, господи, вот как я ориентировалась на эту сумму, потому что я не знала для Америки, что это за сумма, и как вообще, достаточно она, недостаточная, и вот когда он оформлял документы, я обратила на это внимание, что его суммы, вот этой, достаточно для того, чтобы ему подтвердили все эти документы, что он может привезти сюда жену, и содержать ее, он не искал никакого там, коспонсора, дополнительных вот этих денег, чтобы разрешили привезти, вот, потом вот этот очень важный такой, момент, потом по долгам, это очень многих волнует, потому что, знаете, тут могут быть у вашего мужа шикарные машины, дома, я не знаю, какие потрясающие, но это все может быть в таких долгах, страшных, в кредитах, и вот мне тоже муж мой написал, что у него кредитов нет, у него вообще нет, за дом только вот этот вот кредит был, и то он сейчас уже выплатил все это сам, год назад, и у него нету вообще по жизни кредитов, и он написал, что он кредиты ненавидит, и я ему написала, что я тоже их ненавижу, вот, и вот это тоже было очень важно, но это все слова, конечно, но по крайней мере, человек, если это пишет, я как-то, ну, все равно хочется доверять, и, конечно, уж вопиющий случай, если ваш мужчина, с которым вы переписываете, попросит у вас деньги, ну, товарищи, это уже все, мне кажется, ну, тут все ясно и понятно, и не надо себя обманывать, и думать, что у него там тяжелая ситуация, и вот он нашел у вас близкого человека, который вы ему поможете, мне кажется, это уже все, не надо дальше продолжать никаких отношений, по отдыху, по поездкам, по всяким, я у него тоже спрашивала, как бы, как часто он куда-то ездит, там все, и он мне написал, что он работающий человек, что у него отпуска очень мало в американской жизни, и он старается свой отпуск проводить в теплых местах, он мне не написал там, о, я так хочу в Россию поехать там, или куда-то еще, как бы, он мне сразу написал, что он любит Америку, и он любит отдыхать, где солнышко, получать релакс, купаться вот в таком плане, и поэтому, вот приехав сюда, я так и поняла, не собирается ни в какую Россию ехать, и вот тут хорошо, ничего не изменилось, как он это писал, так он мне, и так он себя тут и ведет, и вот мы ездим, как бы, вот в Россию я хочу, я могу ездить, пожалуйста, без вопросов, вопрос по ревности, меня страшно, вопрос этот волновал, и я, несколько там каких-то тоже случаев, ну, как бы, знаете, у нас было, а как это было, потому что ведь тоже известно, что когда люди переписываются, они могут переписываться с двумя, с тремя людьми, и естественно, что этот вопрос тоже, меня лично, очень сильно волновал, так, потом надо не забыть о бывших женах, еще сказать, и я, конечно же, у него спросила, со сколькими женщинами ты переписываешься, он мне сказал, что там уже через месяц спустя, он мне сказал, что он переписывался там с пятью, они все отпали, и я вот одна осталась, он стал только со мной переписываться, ну, как бы, я поверила, что делать-то, и он у меня тоже спрашивает, со сколькими я переписываюсь, я ему написала, что я вообще с одним переписываюсь, только я вообще не умею переписываться, ни с двумя, ни с тремя, ни с десяти, даже с двумя не могу переписываться, это моя проблема, и все, и вот так вот мы списывались, как бы, конечно, какое-то все равно недоверие было, не проверишь человека, и у нас были вот такие случаи, когда, а у меня на айпаде, когда я купила, и получается, что я там в одноклассниках все время говорю в скайпе, как будто бы я все время сижу, и была ночь у нас, а у него там день, и вдруг ночью звонок мне на скайп, я сонная такая просыпаюсь, беру это самое, он такой говорит, ой, говорит, прости, тебя разбудил, что ли, говорит, а я смотрю, что ты разговариваешь ночью с кем-то, как бы по скайпу, ну, у меня ночь, а я там час уже, он видимо смотрит, я трещу, два трещу у него выскакивать, что я в скайпе, и все, я включила как раз видео, и там вся такая сонная, но в том плане, что он видел, что я спала, потому что, я думаю, вот в тот момент у него именно вот это подозрение и было, о том, что я не сплю, а с кем-то там еще трещу, по всему миру, с мужчинами, и вот так вот мелочи вот такие, знаете, они как бы формируют человека, и вот если бы, конечно, он бы позвонил, а я тут сижу вся накрашенная, счастливая, говорю, ой, привет, а мне не спится, ну, все, понятно, что, что-то я с кем-то там разговаривала, а не с российскими, ведь гражданами ночью, и поэтому вот это вот все очень-очень, так скажем, тонко, и если ты переписываешься с двумя-тремя мужчинами, нужно быть очень-очень аккуратными, потому что у меня было два раза, когда я отправила письма, адресованные моей подруге в Америку, ему, представляете, на почту, случайно отжало, и они улетели, и все, и ты сидишь и понимаешь, е-мое, ты хоть ничего там такого не написал, и поэтому, когда ты переписываешься с двумя-тремя мужчинами, это очень аккуратно, надо это делать, потому что ты можешь совершенно случайно отправить письмо не тому мужчине, и все, уметь надо это делать, уметь я не умею, поэтому этим не занимаюсь, потом, следующее, это о бывших женах, меня страшно интересовал этот вопрос, и я у него спрашивала, почему он не женился, почему он не живет, со своей женой там не встречается, я имею ввиду, семейные праздники, потому что в Америке, в принципе, принято там с бывшими женами хорошо общаться, они даже на праздники приходят там, ну, как бы проблем с этим нету, для меня это вообще неприемлемо, это моя тоже проблема, и у меня даже не было такого жизненного опыта, чтобы я общалась с бывшими женами своих мужей, во-первых, у меня так получается, что у меня ни разу не было мужа, который был бы до меня женат, у меня все мужчины мои были мужья, это были мужчины, которые женаты, первый раз были на мне, естественно, прошлых жен там никаких не было, и не было никаких вот таких конфликтов, где бы я там, знаете, выясняла, чей мужчина, кто лучше, кто хуже, и добивалась там, знаете, другим способом, так скажем, нет, вот как-то вот так у меня складывается по жизни, и здесь мне очень понравилось, что он со своей женой не общается, он сказал нет, говорит, как бы пока там сын был маленький, он его отвозил, привозил, там, видимо, каким-то вопросом они по телефону созванивались, ну, чтобы вот так вот она пришла там в гости, и сидела у нас, допустим, отмечала Новый год, Рождество, на день рождения к Джону, чтобы она приехала, и праздновали тут всей семьей, такого нету, и я такого даже представить не могла, потому что это вообще не мое, даже вот потом мои мужья, допустим, там, бывшие, когда они находили там новых жен себе, или кого, и, допустим, меня пригласить там на какую-то вечеринку пообщаться, ну, для меня это неприемлемо, и поэтому здесь я сказала, Господи, ты Боже, ты мой, слава Богу, что у него не было бывших жен, и он никакого деления имущества не будет, что все уже по полочкам разложено, то, что есть, это все его, и никто меня не выпрет там, знаете, из дома, потому что он еще на жене оформлен, и какие-то там элементы, короче, меня это вообще не волнует, вот, это тоже очень такой вопрос, вот, и по родственникам, меня эти вопросы тоже очень волновали, потому что у меня благополучная семья, и естественно, что я как бы у него там спрашивалась, как у него с сестрами там отношения, с мамой, со старшей сестрой он не очень общается, а вообще не все праздники отмечают вместе, он мне сказал, что они все время с мамой там, как бы куда-то в вечеринки ходят, ну, вот так отмечают, вот, фотографию мне никогда не высылал, ни мамы, ни своей сестры, никого, я даже когда первый раз сюда приезжала, он меня не знакомил с ними, ну, потому что он как бы в своих отношениях всегда разбирается сам, и он никогда, у него нету такого, чтобы там он у мамы что-то спрашивал, потому что естественно, что семья полностью американская, у них нету никого, чтобы кто-то женился там на иностранке, или на иностранце, и я уже говорила, что это был первый вопрос, ведь она же за тебя выходит замуж из-за грин-карты, здесь это больная тема, и я не поверю ни за что, что здесь американские семьи, когда мужчины берут женщину с других территорий, с России, с Тайванда, с Китая, Филиппины, откуда там еще, вот с этих стран, и у каждой американской семьи будет этот вопрос в голове сидеть и спрашивать будут своего сына, а ты не боишься, что тебя используют, вот и поэтому Рик, он вообще, он никого в свои отношения не втягивает никогда, и он решение принимает сам, и отвечает за них сам, все, когда я уже приехала второй раз сюда жить, потом он через какое-то время пригласил маму, чтобы она свой вердикт выносила там, а ему уже было все равно, потому что он уже решение принял, и поэтому его родители к нам не лезут никогда, и он никогда особо не распространяется, там, знаете, в общем, вот и все, и вот это вот основные вопросы, и приехав сюда, для меня, знаете, здесь не было ничего вот такого вот неожиданного, что я, блин, душа, а я так рассчитывала, что будет, а я думала, что он здесь будет себя по-другому вести, с этим же гольфом, я не остановлюсь сегодня, с этим же гольфом, спортом, когда я с ним переписывалась, я также прекрасно видела, что он каждую субботу, воскресенье, у нас вечер был, а у него утро, и он бежал на свой гольф, и мы с ним разговаривали всегда по субботам, и мне приходилось ждать в 11-12 часов ночи, когда он с гольфа пораньше убежит, чтобы нам переговорить, я прекрасно видела, что это фанат гольфа, но я подумала, я же буду с ним бегать, играть, и вот здесь пришло разочарование, я поняла, что это вообще не мое, и я тоже видела, что как бы он, я приехала, и я даже не просила его, чтобы он отказывался от гольфа, ради меня, да ради бога, господи, это я еще при переписке все видела, вот, так что, все ясно и понятно, вот честное слово, вот если ты как бы адекватно воспринимаешь вот это вот все то, что тебе пишут, говорят там, проколы какие-то, это все тут точно так же и будет, а если я надеялась, допустим, что, ой, вот он там гольф свой играет, но когда я приеду, он весь гольф оставит ради меня, и будет субботу, воскресенье, везде меня возить по Америке, показывать мне тут красивые места, и все прочее, и сходить со мной только в рестораны, вот оно и было бы разочарование, что приехав сюда, я поняла, ни от какого гольфа он не отказывается, и он будет на него ходить постоянно, и если бы я его стала заставлять это делать, он бы сказал, да иди ты нафиг, точно так же и с поездками, если бы я сидела в России и думала, ой, вот я сейчас приеду, и он сможет на работе без содержания брать дни, со мной ездить по всему земному шару кататься, во всякие поездки, и приехав сюда, я поняла, а как это у него всего две недели отпуск, и опять бы у меня было разочарование, я ведь думала, что ради меня он тут будет без содержания брать, и путевки покупать, три раза, во сколько, в полгода куда-то ездить, вот оно тоже, понимаете, поэтому не надо надеяться на то, что чего не будет, вот и все, если вы переписываетесь с мужчиной, вы видите, что он у вас нигде в жизни не был, ну вот как бы домосед, по Америке даже никуда не ездил, так что вы хотите, чтобы он тут это, у вас тут сорвался, и там я не знаю, под, как сказать, под старость лет стал гонять с вами везде, не, я не думаю, что он поменяется, если человек домосед, он так и будет домоседом, тем более, когда денег нету на это дело, на это все нужны деньги, то, а если вы увидите, что он там путешествует, и купил дом на колесах, там, не знаете, и все на свете, так оно и будет, ой, ладно, ну все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока, думаю, я ответила на этот вопрос, который у меня спрашивали, не бойтесь, спрашивайте все, и вам будет все прозрачно, вы все увидите сами.